Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришник, и вы не поверите, кто сегодня со мной. Зафиг 1, 2, 3, 4, ребята, мы решили с Артёмом добраться до необитаемого острова. По рассказам моих родителей, там жил мой дед, и дом его остался там, но мы не знаем, там есть пираты или туземцы, и что вообще может с нами прикручиться в этом необитаемом месте? Просто представьте, я, Зафиг, остров, это же просто капец как круто. И мы уже с Зафиком вот тут на лодочке подплыли, вот там вот виднеется этот остров, он небольшой. Я не знаю, почему прадед Зафика решил именно этот остров выбрать, но мы сейчас к нему постараемся максимально аккуратно так подплыть. Ребята, потому что возможно там кто-то наблюдает с бинокля, либо с подзорной трубы, поэтому давай, Зафик, сейчас на нашем профессиональном катере подкатим к нему. Ну, ребята, как минимум мы должны узнать, что же случилось с домом моего деда. Артём, аккуратно, тут какой-то обрывистый берег. Слушай, Зафик, а давай, может быть, вокруг этого острова проплывём, он же небольшой. О, там, кстати, пирс есть. Ну да, кстати, слушай, давай здесь запаркуемся лучше, а то, Артём, мы больше нигде не сможем, там скалы дальше обрывистые. Так-так-так-так-так-так-так, опа, всё, Зафик, выходи, аккуратно, я взял в руку меско, так, давай продвигаться. Давай-давай, только аккуратно, аккуратно здесь реально могут быть какие-то необитаемые животные или неизвестный науке зверь. Давай сразу пройдём вглубь острова и найдём дом твоего деда, чтобы очень долго не размусоливать. Блин, тут опасно же, какой проходить, Артём? Может быть, вот это дом твоего деда, Зафик, смотри какой, три булыжника стоит, он тут поди, жил у тебя. Ну, я даже не знаю, что это такое вообще и как это назвать, Артём. Ну, возможно, что это просто, просто порода такая. Веди, 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 веди к дому, веди к дому, Зафик, быстрее. Артём, слушай, кажись, остров, ты не такой уж и большой, вот этот дом, тот самый. Слушай, я бы сказал, что у твоего прадеда не просто был какой-то домик, а целый настоящий замок, ребята. У меня комната, наверное, в раз десять меньше. Понятное дело, блин, тут на острове жить, стройся как хочешь. Но остров, кстати, небольшой, ребята, мы думали, что он реально огромный. Ладно, Зафик, давай сразу туда заходи, сразу внутрь, ребята, вот видите, здесь кто-то дверь выломал. Так, есть меч, я сразу возьму. Ты меч дал, это же старый релитетный меч моего деда. Да смотри, как он бьёт, а. Да ты издеваешься надо мной, Артём, я сейчас омру, блин, он острый, что капец. Давай лучше паутину попробуем раскромсать, порезать. Во, во, да не всю, ну нам пройтись надо, мы жить тут не собираемся. Хотя, блин, Артём уже, по-моему, темнеет, возможно, что нам нужно будет переночевать в этом доме. Да не буду я здесь ночевать, здесь одни пауки и паутина, нафиг оно мне надо. Ты будь аккуратен, здесь на второй этаж ступенька провалилась. Ё-моё, ребята, здесь, кажись, паркур начинается, ща. О, видели, видели, ребята, паркур какой. Реально, солнце уже садится, Артём. Чё это будем делать, блин, я в этой паутине застрял, дурацкой. Так, ну, солнце садится, мы посреди необитаемого острова, в старом доме твоего прадеда. Давай попытаемся здесь что-то найти, может быть, у него был какой-то кабинет, где есть хотя бы кровать, чтобы выспаться. Слушай, я нашёл хотя бы его удочку, и вообще-то там, где ты находишься, там находится кровать, где можно выспаться. Ребята, братец Сафика юбки носил. И чё? Мы шотландцы завезли, это нормально, в шотландии там такие мужики, нам они каждому наваляют. Ну ладно, Артём, давай, хватит болтать, давай освободим кровати. Сейчас уже темнеет, шо капец, нам лучше просто поспать. Ребят, смотрите, здесь кровати сколько паутины. Так, чур, эта комнатка моя, сейчас мы её немножко облагородим и ляжем спать сразу же. Капец, Артём, тут какие-то кнопки непонятные, в моей комнате, где кровать стоит. Всё, Сафик, я лёг, так что спокойной ночи. Подожди, Артём? Да что, что, что? Чего? Я, крыш, чё-то открыл, тут какой-то тайный рычаг. И чё открывается с помощью этого тайного рычага? Я не знаю, я что-то услышал. Так, ну-ка давай искать. Я слышу, что-то открылось в этом доме. Там вот всё в паутине, ничего не видно. Может где-то наверху или в окне. А вот, Сафик, смотри, там какой-то спуск длинный. Слушай, кажется, это я его и открыл. Это получается тайный проход моего деда. Я так и знал, что он был каким-то ассасином. Так, ладно. Давай посмотрим одним глазком, а потом сразу назад. Так. Обалдеть. Ты только глянь, это же сколько метров-то под этим островом. Да, слушай, Сафик, на самом деле похоже на обычный какой-то подвал. Не знаю, бункер прям настоящий. Слушай, у тебя меч остался? Да. Так может ты вот разломаешь тут паутину? По-моему, тут проход дальше в другое помещение. Не, ну, конечно, это у моего другого деда был кессон в гараже. Он поменьше немного, но там он банки хранил. Но это далеко не кессон. Надпись. Похоже на. Ну что, Артем, похоже-то? Сафик, я-то откуда знаю? Я без понятия, это твой дед или мой? Подожди, Артем, иди сюда. Попробуй открыть вот этот тоже проход. Ну-ка. Давай, давай, давай. Так. Слушай, тут, по-моему, какой-то... Тут рычаг. Ну так дергай его. Может быть, откроется какой-то проход в проходе? Ну на, дергай. Куда его поставить-то, этот рычаг, блин? Капец ты гений. Вот теперь ты себе забрал рычаг. На. Спасибо. Это рычаг моего деда. Так что не бери вещи моего деда, пожалуйста. Ребята, это наследство Сафика. Сам-то наследство, у меня целый дом, у тебя даже дома нет. Если бы вы хотели такой же дом, ну, чтобы вам по наследству достался в реальной жизни, то напишите об этом в комментариях. Так, слушай, может сюда вставить этот рычаг? Как думаешь? Ну, вообще, похоже на место для рычага. Ты слышал? О, что-то открылось, кажись. Вот проход, Артём. Это библиотека. Нифига твой дед, какой умный был. Ну, читал-то сколько много, не по днямам, по часам. Слушай, тут какая-то пропрыжка, нужно как-то пропрыгать, кажись. Это паркур Сафик называется. Так. Ха! Во-во-во-во-во-во-во! Так, забрался. Ты видишь что-то? Там может сундук какой-то. Я не знаю, может сокровище деда. Там опять какой-то проход, куда можно попасть. Ну, тут ещё прыгать, да и прыгать. И потолок ещё мешается. Давай я попробую прям с разгончика вот туда допрыгнуть, Сафик. Давай, давай, Артём. Я жду тебя. Ааа! Ааа! Слушай, я допрыгнул. Сундук какой-то. Привет, Артём. А тут по низу, оказывается, был проход. Что там? Старая карта клада. Обалдеть. Ну-ка, скинь меня, покажи. Кажись, твой дед был кладоискателем. Слушай, это какой-то остров, и там находится Красный Крест. Так, нам нужно как-то найти этот остров, Артём. Ты понимаешь, что мы можем найти настоящие сокровища? Реально, как настоящие пираты, блин. Вот это штуковина. Так, я думаю, что нужно выходить из этого дома. Но, блин, как нам найти этот остров, ребята, реально? Давай сразу сядем на нашу лодочку и отправимся в путешествие. Вряд ли твой дед спрятал клад где-то далеко. Скорее всего, это какой-то остров по соседству. И там зарыто настоящие сокровища. Слушай, ну я очень надеюсь на это. Так, блин, а на чём мы поедем? На нашей лодке? Здесь же дальше идёт открытый океан. Блин, опасно, конечно, в такую темнотищу уплывать. Вообще, с острова покидать. Может, поспим, Артём? Так, давай сразу, Сафик. Уже рассвет. Мы в этом подвале целую ночь провели. Слушай, смотри, какое судно. Ты видишь, вон слева? Мы же его починим и поплывём. Слушайте, ребята. Так, это же настоящий пиратский корабль. Ну, Артём, как пиратский? Не знаю, тут от пиратов осталась только вот эта деревяшка. Да, Сафик, ты назад посмотри. Другой корабль. Вот там вот. Ничего себе, это же двухпалутый парустик, блин. Обалдеть. А я тебе что говорю? Здесь знаешь сколько всего. Смотри. Так это же теперь мой корабль. Это корабль деда моего. Слушай, Сафик, мне кажется, всё, что находится на острове, это не собственность твоего дедушки. Может быть вообще это корабль какого-то торговца, который припарковался. А почему вы его на острове не встретили? Ну, нету его, наверное, так. О, ой-ой-ой-ой-ой. Сафик, там что-то как-то сложно за рулём, там на моей шлюпке понятно, там просто за мотор дёргаешь и плывёшь, а там что-то какие-то схемы. Можешь сам разобраться? Так, 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 тебе нужно сидеть, тебе нужно сидеть как бы быть на корабле. Всё, мы выплыли из этой гавани. Артём, как думаешь, сколько нам плыть? Мы успеем до заката солнца? Ты вообще видишь хоть один остров? Ой, поблизости нету. А, во, 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 подожди, вот остров. Там карту-то, карту-то открой, там же крестик какой-то есть. Может быть там отображается, что мы приблизились? Артём, слушай, ты только посмотри на вот это. Это очень похоже то, что нарисовано на карте. Он реально круглый. Так, ну тогда швартуйся давай к этому островку. Слушай, да как тут пришвартовать этот огромный корабль к этому странному острову? Так, подожди, мы, кажется, сели на мель, Артём. Реально не сдвинуться вообще? Вообще какая-то ерунда творится. С кораблём что-то не то. Давай просто попробуем бросить корабль и прыгнуть на этот остров вплавь. Тут всё-таки недалеко плыть. Артём, давай выплывай с этого корабля. Всё, 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 плыву, плыву, плыву. А чё корабль поплыл? Ты чё? Артём, ты чё все паруса оставил на максимум? Ёкало манэ, Артём, тут зомби ещё. Да у меня меч есть, сейчас как я им пол буча... Во, смотри, я их утопить могу. Они не топятся, они плавать умеют, их здесь очень много. Да, Сафик, все знают, что зомби ночью всегда появляются. Давай иди сюда, Артём. Да я пытаюсь от зомби ускакать. Ребята! Здесь зомби-лошади? Давай, может быть, знаешь что, на дерево залезем, подождём утра, а там уже начнём расследование. Ты вот делай что хочешь, я буду здесь. Во-во-во-во-во, ребята, а я здесь буду. Смотрите, прям в кустах сижу, просижу тут целую ночь, а с утра мы с Сафиком отправимся на поиски сокровищ. О-о-о, проснулся. Во, какое солнышко светит сквозь листву. Нереально, Артём. Мысль о том, чтобы переждать эту ночь, и чтобы зомби эти поумирали, была гениальной. Да, Сафик, это самое главное правило Майнкрафта. По ночам не передвигаться. Можно просто переночевать, и все зомби сгорят. Так, Артём, подожди. Давай, мы идём прямо на этот красный крест. Давай, давай, давай. Да, вот смотри, если идти сюда, 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 сюда. Вот, ну, по идее, здесь я стою прямо на кресте. На вот этом красном. Так, ну давай тогда копать. Да, я своей лопатой-то выкопаю. У меня, правда, меч, ребята, ну что поделать. Слушай, давай тут просто весь остров раскопаем. Так, а правилом Майнкрафта пренебрегаем, копаем под себя. Конечно, копаем, когда тут такие ценности на счету. Так, Артём, тут сундук какой-то. Ооо, Артём, ты видел, сколько там алмазов? Нифига. Ребята, мы нашли реальные сокровища на необитаемом острове в Майнкрафте. Офигеть. Давай так, я беру золото, ты алмазы. Слушай, Сафик, давай прямо сейчас отправимся в город и затусим. Да, только давай нужно как-то отсюда выбраться. Ребята, я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Мы с Сафиком пойдём тратить эти золото и алмазы. А ты пока что можешь посмотреть вот этот вот видосик. Поэтому жми сюда, смотри этот крутой ролик. Ну а с тобой был Аришнев и Сафик1234. И всем пока.